Здравствуйте! В эфире интервью. Бизнесу выпадают все новые и новые испытания. Сначала коронавирус, затем ограничения. На сейчас всеобщее подорожание. Как остаться на плаву и что грозит предпринимателям? У нас в студии председатель регионального отделения опоры России Александр Дерябин. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. О чем я уже говорила, сначала коронавирус, QR-коды, снижение посетителей. Сейчас подорожание цен на закупки товаров. У многих предпринимателей, что касается общей, да вообще, наверное, любой истории. Многие посетители не готовы к повышению прайса, который будет соответственно. Какие настроения сейчас у предпринимателей, о чем они говорят? Сегодня шоковые изменения происходят, поэтому предприниматели пока находятся в таком поиске баланса. Цены действительно сегодня выросли. Выросли практически на все. Это и на продукты питания, это и на любые материалы, оборудование. И выросли они непропорционально снижению курса рубля. А в два, в три раза цены сегодня поднялись. Конечно, ситуация, которая сегодня мы видим с ценами, она не является, скажем так, сбалансированной. Это однозначно есть определенный перекос в сторону роста цен. Поэтому сегодня, когда к нам предприниматели с этими проблемами обращаются, мы в основном предлагаем немного постараться подождать, не закупать, если нет срочности. А в этом сегодня какие-то, допустим, материалы. Отложить покупку на пару месяцев, потому что цены совершенно точно найдут новое равновесие, выстроятся новые логистические цепочки товаров. Конечно, повышение цен будет. Здесь уже это очевидно. Назад на этап предыдущий не вернутся цены. Но, тем не менее, конечно, не в два, в три раза, как сегодня часто мы встречаем. Все-таки, наверное, два месяца, о которых вы говорите, подождать достаточно большой период для предпринимателей, для их предприятий. Удастся ли им вообще удержаться на рынке? Не закроется ли половина из них только потому, что вот этот простой, очередной простой за эти два года, третий год, будет тяжело перенести? Во-первых, я не говорю все-таки о простое. Речь идет о том, что предприятиям могут быть накоплены какие-то остатки товаров, остатки материалов, которые они сегодня могут использовать. Возможно, как-то производственный цикл перестроить, какие-то другие пока направления бизнеса активнее развивать. Поэтому здесь все зависит от предприятий. Но, конечно, надо понимать, текущая ситуация, как, кстати, и любой кризис, она заставляет как раз уходить с рынка тех, кто слабее, скажем так, у кого и так, может быть, какие-то были сложности экономические до этого. Поэтому здесь, безусловно, риск закрытия части предприятий, он сегодня есть. Я очень надеюсь, что те меры, которые у нас и правительство Российской Федерации принимают сегодня, и те меры, которые на региональном уровне будут приняты, они, конечно, помогут предприятиям удержаться, не закрываться, сохранять рабочие места. Сегодня это очень важно. Вот, кстати, многие иностранные компании ушли вообще в любой сфере предпринимательской деятельности, будь то магазины, общепиты. Не время ли это для стартапа, чтобы заместить, так сказать, нашими отечественными какими-то историями? Что говорят предприниматели? Как вы сами считаете, хорошее ли это время для начала своего дела? Мы только с вами говорили о том, что в кризис те, кто, скажем так, экономически неэффективен, он, как правило, с рынка уходит. Но, как вы совершенно правильно задали вопрос, на рынке появляются свободные ниши. И вот в текущей ситуации это очень ярко, заметно. Действительно уходят прям очень крупные игроки с рынка, рынок освобождается. Конечно же, это возможности для предпринимателей. Но другой вопрос. Другой вопрос, конечно же, крупные международные компании, у них очень высокий уровень эффективности работы, сервиса. Конечно же, нашим предприятиям нужно будет приложить очень много усилий, чтобы максимально быстро выйти на те же, скажем так, на те же показатели работы предприятий, бизнесов. Со временем заместится рынок, это живой организм. Естественно, когда где-то не хватает какое-то решение, решение каких-то проблем, боли наших потребителей, когда они возникают, потребности, обязательно приходит бизнес. Но, конечно, это требуется какое-то время. И надо быть готовым сейчас вот к таким некоторым дисбалансам, о которых мы с вами уже сегодня говорили в части цен. Наверняка многие предприниматели пользуются установками, не знаю, там, какими-то товарами импортными. Сейчас, ну, очень сложно с поставками, да, и приходится чем-то замещать. О чем говорят в бизнес-сообществе? Есть ли отечественные аналоги? Не встает ли производство? Есть чем заменить? Либо приходится вот немножко ждать и смотреть, как ситуация дальше сложится? Все зависит, понимаете, товаров, материалов, оборудования, великое множество. Все зависит от того, о чем мы с вами будем говорить. Допустим, я недавно слышал, что у нас запускается какой-то завод по производству отбеливателя для бумаги, который долгое время не работал или, может быть, у них не было этого направления, потому что сейчас мы видим очень резкое повышение цен на обычную бумагу, на чековую ленту, и мы в предпринимательском сообществе об этом постоянно говорим. Конечно же, если не хватает запасных частей для грузовых автомобилей иностранного производства, их производство быстро не наладить. Но для этого предприниматели создают новые логистические цепочки, ищут аналоги где-то по миру, выстраивают новую логистику из других стран. Повторюсь, на это требуется какое-то время, поэтому такие временные дисбалансы не есть. Но я ни от кого от предпринимателей не слышал такой позиции, что вот все, покупать больше неоткуда, мы не знаем, что делать. Нет, все говорят о том, что мы уже ищем и прорабатываем новые маршруты, мы работаем с Китаем, мы работаем с Турцией, мы ищем партнеров в Казахстане. Это все возможно, это все возможно, и предприниматели, они люди, привыкшие, особенно за последние несколько лет привыкшие к ситуации постоянных изменений, стараются, уворачиваются от ударов и двигаются дальше. Если переходить, наверное, уже к мерам поддержки предпринимателей, существуют ли на данный момент какие-то из них, не связанные уже, может быть, с коронавирусом, и, наверное, их уже практически не осталось? Но вот чем сейчас малый и средний бизнес может воспользоваться? Правительство Российской Федерации сейчас, по-моему, еще быстрее, чем в период 2020-2021 года реагирует на те проблемы, которые возникают в экономике. Наверное, это уже какой-то опыт наработанный за предыдущие пару лет. Поэтому часть мер уже принята. Очень большое количество мер сейчас находится в проработке. Мы постоянно, буквально раз в два-три дня нам присылают обновленные пакеты этих мер. Наверное, десятки, а может быть, и более сотни разных мер и предложений. Что-то из этого уже принято. Ну, наверное, что можно здесь отметить? Первое, что сделало правительство Российской Федерации, это, конечно, приняло меры, которые позволяют сохранить, обеспечить финансирование. Потому что сейчас, когда ставка ключевая была резко повышена, очень важно, деньги это как кровь для бизнеса, очень важно, чтобы не прекращалось поступление. Может быть, кислород даже правильнее будет сказать. Соответственно, льготная программа от Центрального банка, они 500 миллиардов выделили на кредитование малого и среднего бизнеса под 15% для малого и 13,5% для среднего бизнеса. Ставки немаленькие, но в текущих условиях, когда у нас ключевая ставка, 20%, скажем так, это выглядит неплохо. Правительство сейчас корректирует постановление 17-64, это постановление, которым как раз длительное время выдавались кредиты, льготные кредиты для малого и среднего предпринимательства. Они сейчас привязаны к ставке Центрального банка, поэтому плюс какой-то там к ставке заложен, поэтому, конечно, сейчас это более 20% было бы было, вот идет корректировка. То есть ключевая ставка минус, наоборот, рассматривается. Еще один аспект, который также был в первую очередь сделан, это кредитные каникулы для предпринимателей, поскольку, по крайней мере, если сейчас есть сложность, не возвращать пока, отложить вот эти этапы возврата кредитов, которые уже получены, все это направлено на то, чтобы сохранить финансы, сохранить денежный поток у предприятий, позволить им работать дальше. Еще одна мера, которая рассматривается, пока еще нет конкретных решений, это отсрочка платежей по налогам. Правительству Российской Федерации было передано полномочия, они могут самостоятельно принимать решения о таких рассрочках, теперь мы ждем соответствующего решения правительства, но это, опять же, позволит сохранить сейчас денежные средства, не отдавать в бюджет соответствующих уровней и поддержать предприятие, поддержать бизнес. Поэтому финансовые меры поддержки, это, наверное, первое, что на сегодня было сделано. Второй пакет мер, он связан как раз с обеспечением максимальной свободы для предпринимателей, сокращением административных барьеров и нагрузки. Очень важное решение было принято, которое долгое время мы ждали. Отменили возможность возбуждать уголовные дела в связи с невыплатой налогов без проведения налоговой проверки. Соответственно, налоговая может осуществлять эту проверку за последние три года. Только за последние три года могут какие-то факты быть выявлены и возбуждено, соответственно, уголовное дело, если будут обстоятельства. Ранее, когда можно было возбуждать уголовные дела без проведения налоговой, на самом деле можно было и за 7, и за 8, и за 10 лет назад осуществлять вот эту проверку. Поэтому для предпринимателей на сегодня это, конечно, очень важный такой шаг и важное послабление для того, чтобы они спокойно, в спокойных условиях могли вести бизнес. Еще один важный тоже аспект, пока еще не принято, первое чтение только прошло, это снижение штрафов для бизнеса. Для малых предприятий юридических приравнять их к штрафам, которые для индивидуальных предпринимателей и физических лиц предусмотрены в Кодексе об административных правонарушениях. Тоже опор России давно об этом просила. На самом деле у нас сегодня в малом, в микропредприятии, в среднем работает, по-моему, 2 или 2,5 человека. Это, можно сказать, семейные предприятия, небольшие предприятия. И, конечно же, приравнивать их к крупным компаниям, в которых работают сотни, тысячи, десятки тысяч человек, на наш взгляд, это неправильно. И, наконец-то, нас услышали. И вот соответствующее решение уже в рамках первого чтения в Государственной Думе прошло. Мы полагаем, что в ближайшее время пройдет второе и третье чтение, и, соответственно, будет принято. Вот ключевые финансы и снижение административных барьеров. Это то, что сделано уже сегодня. Но, повторюсь, там еще десятки мер, которые предполагаются и будут приняты в ближайшее время. Ну и в завершении разговора, в отделении опору России предлагается ли какой-то перечень мер? Может быть, он будет направлен в региональное правительство в связи с последними ситуациями? Да, мы уже направили наше предложение. Такой первый пакет мер, которые могли бы быть приняты на региональном уровне. Здесь нужно отметить, что правительство Омской области нас и в ковид очень слушало и прислушивалось к нашим предложениям. Кстати, надо отметить, вот мы сейчас говорим о снижении фискальной нагрузки, как один из таких ключевых инструментов для того, чтобы поддержать сегодня бизнес. В Омской области еще в 2020 году при поддержке губернатора было принято решение о снижении ставки по упрощенной системе налогообложения. Она действовала и в 2020 году, была продлена на 2021 год. И вот на встрече с предпринимателями 26 мая, в день предпринимателя с губернатором Омской области Бурковым Александром Леонидовичем, мы попросили принять более долгосрочный период сохранения льготной ставки для того, чтобы бизнес мог планировать свои деятельности. Вот на сегодня при поддержке Министерства экономики мы имеем уже трехлетний период, 22, 23, 24 год, льготная ставка по упрощенной системе налогообложения по 70 видам деятельности. Не во многих регионах это есть, поэтому такая поддержка, она у нас еще с ковидного периода действует и продолжает действовать в регионе. Конечно же, мы предлагаем, опять же, по возможности освободить от платежей за аренду муниципального, муниципального, государственного имущества на период вот этих экономических сложностей. Такие решения были и в 2020 году. Также, конечно, на наш взгляд, сегодня важно дать возможность бизнесу работать, приостановить расторжение договоров по использованию земли, нестационарных торговых объектов. Дать сегодня возможность бизнесу выживать и работать, это на наш взгляд важно. Наоборот, и, кстати, на федеральном уровне сегодня об этом просят регионы дать больше возможностей, допустим, для проведения ярмарок, выставок, развития нестационарной торговли. То есть это там, где сегодня бизнес может быстро прийти, создать рабочие места и как раз помочь вот этот сложный экономический период пройти. Также у нас порядка 16 предложений, 16 мер, и мы постоянно работаем с предпринимателями. Вот эти предложения были сформулированы на основе опроса почти 200 предпринимателей. Мы постоянно получаем обращения частные, индивидуальные, все это агрегируем с федеральной опорой, координируем, потому что там есть хорошая экспертиза юридическая, нам подсказывают, как лучше те или иные проблемы решать. Конечно же, мы в постоянном контакте находимся. Ну и, собственно, в региональном отделении опоры был создан штаб поддержки предпринимателей. У нас такая же практика была в 2020 году, она показала свою эффективность. Вот на сегодня мы вновь создали штаб. Наши члены регионального отделения – это юристы, бухгалтера, налоговики, специалисты абсолютно разных сфер готовы помогать, бесплатно консультировать предпринимателей, которые попали сегодня в сложный период. Ну а мы, соответственно, опять же, получая максимум информации о существующих мерах поддержки бизнеса, о тех возможностях, которые сегодня есть у предпринимателей, мы их транслируем, направляем, чтобы предприниматели были в информационном потоке и быстро ориентировались, а как они сегодня могут действовать, какими мерами пользоваться. Вот для этого, собственно, штаб наш и будет работать. Александр, большое спасибо вам за интервью. Спасибо. А я напомню, это было интервью с председателем регионального отделения опоры России Александром Дерябиным. Меня зовут Анастасия Кишмирешкина. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин